МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал Увидное ТВ. Новости Ленинского района в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И вначале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. Целый век на защите закона. 100 лет со дня основания подразделения 1 марта отметили сотрудники экспертно-криминалистической службы МВД. Экспертно-криминалистическая служба в Ленинском районе появилась в конце 70-х годов. В одном из торговых центров города Видное прошла проверка пожарной безопасности. В ней приняли участие как сотрудники МЧС, так и представители общественности. Насколько я знаю, нужно выдернуть кольцо. Только непосредственно трубку надо держать. Далось скучные уроки. В импровизированном театре Видновской школы номер 7 восьмиклассники изучают гоголевского ревизора. Заострять внимание на самых дальних чертах характера Христакова, чтобы ребята лучше его поняли. 1 марта экспертно-криминалистическая служба Министерства внутренних дел Российской Федерации отмечает вековой юбилей. Как встретили праздник криминалисты Ленинского района, расскажет Михаил Решетов. Екатерина Рокчеева, если и выпить сегодня фронтовые 100 граммов, то только вечером после службы. А пока работа. Она мечтала о ней с детства. Из Тамбовской области, где родилась, переехала в Волгоград учиться в институт МВД, поступила, закончила и по распределению попала в Видное. Есть у Екатерины что-то общее с Сократом? Нет, ничего для этих двоих важнее истины. Это моя мечта с детства. Я хотела помогать людям, во-первых. Во-вторых, мне нравится то, что мы можем исследованием объектов с происшествия изъятых докопаться до истины все-таки. Екатерина в отделе недавно, еще и года не служит, а вот ее начальник Михаил Коптилкин стоял у истоков видновской криминалистики. Экспертно-криминалистическая служба в Ленинском районе появилась в конце 70-х годов. С тех пор эксперты-криминалисты нашего отдела осуществляют выезды на осмотр места происшествия по всем видам преступлений, куда выезжает следственная оперативная группа. Это такие виды преступлений, как кражи, квартирные кражи, грабежи, разбой, убийства, ДТП, пожары. К сегодняшней вековой дате Министерство внутренних дел наградило криминалистов памятной медалью. Присоединяется к поздравлениям и наша съемочная группа и, как водится, желает им поменьше работы. Михаил Решетов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В одном из торговых центров города Видное прошла проверка пожарной безопасности. Подобные мероприятия стали особенно актуальны после череды возгораний, произошедших в городах России. В проверке приняли участие как сотрудники МЧС, так и представители федерального проекта «Народный контроль». Вместе с ними по торговым залам и коридорам прошла и наша съемочная группа. Первым делом комиссия по проверке пожарной безопасности проходит в кабинет директора, но по пути уже начинает интересоваться исправностью средств пожаротушения. Когда весной проводили учения с присутствием ваших товарищей, они рекомендовали все-таки вот так заклеивать. Почему? Потому что ключи некоторые просто будут бить, не разобьют. Дальше их надо вынуть и поставить. Первая часть проверки – оценка документации, которая регламентирует все аспекты противопожарной безопасности. Сотрудники МЧС тщательно исследуют все данные. Впрочем, они здесь не в первый раз, и директор организации совершенно не волнуется. – Спокоен, все планово, все хорошо. Ну, конечно, недостатки какие-то, как вот сказали, могут найтись, глаз замыливается. Хорошо укажут, устраним. Каких-то серьезных нету, потому что события последние сподвигли к тому, что еще раз все посмотрели, проверили, поправили. Поэтому спокойно, все нормально. Торговый центр относительно небольшой. Здесь 38 арендаторов. В здании расположен крупный продуктовый магазин и ресторан быстрого питания. Одновременно во всех помещениях находятся от 60 до 100 человек – сотрудников и покупателей. Проверкой документов инспекторы остались довольны. Первое впечатление более-менее положительное. Это связано с тем, что на данном объекте уже проведено за последнее время две проверки, в том числе и после прошедшего пожара в прошлом году в городе Кемерово, в торговом центре «Зимняя Вишня». Были проведены неоднократные инструктажи и тренировочные эвакуации с персоналом с данного объекта, с данного торгового центра. Оказана и практическая помощь, и теоретическая помощь по подготовке документов. Следующий этап – беседы с арендаторами и сотрудниками коммерческих организаций, расположенных в торговом центре. Прежде всего проверяются знания о действиях работников при возгорании. Сотрудники МЧС проводят проверку совместно с представителями общественности. Каждый действует в рамках своей юрисдикции. Мы, как гражданские лица, проверяем те моменты, которые, соответственно, гражданские лица и могут проверять в рамках общественного контроля. Это, как я уже сказал, наличие сотовых указателей, огнетушители, насколько захламлены или открыты, соответственно, пожарные выходы, а сотрудники МЧС уже по своей профессиональной деятельности проверяют документацию, а также инструктаж арендаторов. Подобные совместные проверки сотрудников МЧС и общественников запланированы и в других организациях Ленинского района. Максим Козлов, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов вместе с главой муниципалитета Валерием Венцелем провели прием жителей Ленинского района, на котором люди могли обратиться с любыми волнующими их вопросами. Встреча состоялась в традиционной форме диалога. Много что уже произошло за эти почти три года. Да, и обманутые дольщики, решение там проблем, связанных с личными вопросами, которые не решались годами. Да, у нас выработался формат присутствия главы, чтобы иногда на месте решить те вопросы, которые волнуют граждан. В этот раз на прием к Вячеславу Фетисову записались пять человек. Темы разговора были разные. Например, серьезно были затронуты вопросы, касающиеся реабилитации инвалидов-колясочников, создания ресурсных классов для детей-аутистов в общеобразовательных учреждениях, а также развития спорта для граждан с ограниченными возможностями. А жительница города Видно, ветеран Великой Отечественной войны, инвалид второй группы Маргарита Фролова, столкнулась с аграрной проблемой. После того, как некоторая часть Ленинского района отошла к Москве, женщина стала обязана выплачивать налог за подаренный ей земельный участок. Землю получали в 92-м, 93-м году. И у нас не было никаких проблем. Наши ее создали искусственно. Но когда создают искусственно, тогда мы и реагируем. Мы ничего не просили. Все у нас есть. Вячеслав Фетисов пообещал принять меры уже в ближайшие дни. Давайте мы попробуем написать шейсмо мэру Москвы, чтобы он попробовал разобраться в этой ситуации. Мне кажется, здесь несправедливость налицо. По окончании встречи с жителями депутат Государственной думы и глава Ленинского района договорились о взаимодействии и условились справиться со всеми затронутыми проблемами в кратчайшие сроки. Нет скуки и однообразию до творчеству и креативу. Современные учителя ищут и применяют новые способы донести академические знания до школьников. И тут все зависит только от полета фантазии преподавателя. Сегодня, например, наша съемочная группа оказалась на самом настоящем спектакле в импровизированном театре Видновской школы номер 7, поставленном по Гоголю. О том, как здесь восьмиклассники изучают ревизора, расскажем в нашем следующем сюжете. Скучные и однообразные уроки давно в прошлом. Кто-то из учителей читает рэп, а наша героиня подготовила целое театрализованное представление. Последние штрихи в оформлении класса, последняя возможность ребятам повторить текст, а режиссеру и по совместительству учителя русского языка и литературы школы номер 7 Натальи Владимировне Алешиной раздать ценные указания, и импровизированный театр распахнет свои двери для зрителей. Расстаньте глазом, ты начни вытирать лоб. Ну вот это актеры. Как актеры, так и зрители здесь ученики восьмого А-класса. Сегодня играют ревизора Николая Васильевича Гоголя. Конечно, только отрывок, ведь у учителя в запасе всего 45 минут. Иногда стараюсь баловать своих подопечных такими вещами, потому что учебный процесс, во-первых, я считаю, должен быть интересным. И потом, это же пьеса, если говорить о сегодняшнем уроке, это пьеса, которая должна быть на сцене поставлена, то есть ее нужно увидеть. Но сначала нужно еще приобрести билеты. Их можно было получить в обмен на правильные ответы, на вопросы о произведении и авторе. Назовите имя и отчество Блистакова. И вот, наконец, все билеты распроданы, зрители заняли свои места. Начинается действо. А смеюсь представить? Семейство мое. Жена и дочь. Как я счастлив, сударыня, что наконец имею в роде своем удовольствии вас видеть. Нам еще более приятно видеть такую особу. Помилуйся, сударыня, мне еще приятнее. Хлестаков в исполнении Тимофея Анурова получился весьма темпераментным. Для юноши это далеко не первая роль. Он занимается в школьном театральном кружке, но одна из любимых. Я, конечно, попытался сравнить это со спектаклем театра «Сатира». И, знаете, я даже скорее определил то, что у меня более своеобразное выступление, чем у того Хлестакова. Когда тот сделал акцент на разном поведении, постоянно меняя интонацию, я всегда пытался заострять на себе внимание, заострять внимание на самых дальних чертах характера Хлестакова, чтобы ребята лучше его поняли. После спектакля последовала небольшая театральная викторина. А также ребятам раздали памятки с указанием, в каких театрах можно посмотреть ревизора в исполнении профессиональных актеров. Я просто шокирован выступлением. Мне особенно понравилась игра Тимофея Анурова, Хлестакова. Детям также будет интереснее учиться, потому что не все заинтересованы в этом. Кому-то это просто скучно, а такие это как-то разнообразит и, возможно, привлечет их внимание. Наталья Владимировна мне очень нравится. Одна из моих любимых учительниц. Ее уроки, они бывают скучными. Цель, например, сегодняшнего урока была не только показать инсценировку, это можно было сделать на любом другом уроке, а еще немножко познакомить с детьми с устройством театра, с правилами поведения, потому что не всегда некоторые дети бывают, и не были ни разу в театре. И когда они придут, они уже будут многое знать и вести себя соответствующим образом. Сейчас восьмиклассники готовят еще одну театральную постановку на этот раз о войне. В ней примут участие и некоторые из сегодняшних зрителей. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. В Центральной районной библиотеке прошел конкурс чтецов на иностранных языках. Ученики школ Ленинского района состязались в исполнении стихов мировых классиков в оригинале, но строгое жюри оценивало участников не только за языковые знания. Заговорил по-английски и наш корреспондент Арсений Рогозянский. My Private Collection of Books. Шекспир, Байрон и Гёте – одни из классиков мировой литературы. Однако в оригинале их читал далеко не каждый. В Центральной районной библиотеке проходит конкурс чтецов на иностранных языках, который выявит не только лингвистические, но и литературные знания школьников Ленинского района. В районном конкурсе чтецов на иностранных языках приняло участие около 80 детей со всех поселений муниципалитета. Школьники с 5 по 9 классы выступали с произведениями мировых классиков на английском языке. Перед началом ребята заметно нервничали. Однако, по мнению одной из участниц творческого состязания Александры Горочкиной, выступать с литературной классикой в оригинале не так уж и сложно. Ну, изучать английский – это зависит, как ты его хочешь изучать. Все зависит от желания. Если ты хочешь, то ты будешь учить. А если ты не хочешь, то бессмысленно его учить. Тут главное – желание его учить. Для многих учителей иностранных языков самое трудное – заинтересовать в предмете учеников. Но только не в случае Татьяны Семеновой. Она преподает английский как начальным классам, так и старшим. Ее подопечные охотно согласились на участие в конкурсе чтецов. Мы очень были рады этому конкурсу, потому что, во-первых, это для детей большой прогресс, когда они изучают именно литературно-английский. Что касается меня, я, конечно, с удовольствием взяла шеф на своем девятом классе. Для Давида Аметова конкурс чтецов имеет не только соревновательный характер. Его задача – проверить свой уровень владения английским языком. Он усердно учит его уже пять лет, параллельно изучает немецкий и собирается стать дипломатом. Во-первых, конкурс чтецов для меня даст знать, насколько у меня хорошая, во-первых, память, во-вторых, произношение. И, возможно, это даст какой-нибудь шанс при поступлении в какой-нибудь вуз, если я выберусь, конечно, в областные турниры или на Россию. Дмитрий Умеров раньше принимал участие в подобных конкурсах со своими выступлениями. Теперь молодой человек представляет судейскую коллегию. Изучать английский он, как и все, начал еще в школе, однако предмет поначалу давался ему с трудом. Сейчас, помимо главного международного языка, он знает еще три – немецкий, нигерландский и норвежский. Говорит, на этом останавливаться не собирается. Он отметил главную проблему в изучении школьниками предмета и дал им ценный совет. Основная проблема учеников – это технический прогресс. Многие, к сожалению, часто залезают в гугл-переводчик. Из-за этого, конечно, страдает их успеваемость. В первую очередь, нужно забыть об этом гугле-переводчике и думать своей головой. Основными критериями конкурса были артистизм, произношение и темп речи. А в задачи в жюри ходило не только проверить знания иностранного языка, но и выразительность исполнения литературного произведения. Победители же районного конкурса могут претендовать на участие в состязаниях более высокого уровня. Арсений Рогозянский, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И в заключении выпуска традиционно о прогнозах синоптиков. А они предсказывают, что завтра, 2 марта, несмотря на ясное утро, днем и вечером погода будет пасмурной. Ночью будет идти мелкий снег. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без остатков. Температура минус 5 градусов. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.